Привет, дорогие мои сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Я папочка всех сплетников Антон С. И у нас сегодня просто шикарнейшие сплетние новости. Поговорим про то, как Филипп Киркоров приехал замаливать грехи в Луганск. Поговорим про возврат слов Леона Кимстача. Поговорим про полную отмену Насте Влеевой и Лолиты Милявской. Поговорим, конечно, про то, как... Сегодня 14 февраля. Поговорим про то, как ваши бывшие забирают у вас свои подарки и должны ли вам это делать? Ну и, конечно, поговорим про фальшивых экстрасенсов. Сегодня будут шикарнейшие сплетние новости. Я сегодня из Милана, поэтому у меня чашечка эспрессо, а вы наливайте его в кофе на края. Нам будет все сегодня обсудить. Да, милые мои, не прошло и сколько там времени, как Киркоров вернулся из Америки. И понеслось публичное унижение. Поехал он в Горловку, в ДНР, дорогие мои. Выступил он там перед контуженными захватчиками и персоналом больницы. Также привез гуманитарную помощь, технику для местного детского центра. Цитата Киркорова. Уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить дальше. У меня здесь дом, у меня здесь мои дети, у меня бедро с папой мой. Поэтому для меня очень важно ощущение тыла, которое даете вы мне. Вот это вот ощущение безопасности, так сказал Филипп Киркоров. Также он помимо всякой там гуманитарной помощи, вы видите, вот этот вот цирк этого престарелого клоуна. Выступил он перед ними, вытаскал какие-то ящики из грузовика, сказал, что трем поможет с протезами, ну вот этого, роза жизни. Спел он снег и жестокая любовь, придет всякие подарки, вра он просто отвратительно. Ну, наверное, и не привык он петь вживую. Он также лично пообщался с теми бойцами, которые пришли его послушать. Приползи там ног не было, вот он ему пообещал эти самые протезы. Я напомню, в конце прошлого года он побывал на вечеринке Насти Ивлеевой, после которой понеслась отмена. Лезет он, лезет обратно, не может мужик успокоиться, не может мужик нажраться вот этой вот, я не знаю, этих денег, которые ему, очевидно, платят. Я не понимаю причину, я не понимаю причину, почему он этим занимается, почему он продолжает лезть обратно. Я не верю ни в коем случае, я не верю ни в какую патриотизм, никакого патриотизма там нету. Я удивляюсь, неужели настолько нет денег, что приходится настолько ужасно унижаться, ездить в захваченные территории. Серьезно, Филипп, ты поехал, унижаясь в это самое ДНР, ЛНР, в горловку ты поехал, да, стал кривляться там, как этот самый клоун, говоря, как здорово, что вы меня защищаете этим самым захватчиком, которые сидят там все в контузии. Ужасно это все, ужасно, дорогие мои, я просто не поверил своим глазам. Вы знаете, как я глазам-то не поверил, удивился я, да, абсолютно не удивился, но то, что он туда приехал, это, конечно, показатель. Это показатель для абсолютно всех. Большего отвращения, чем Киркоров, у меня, наверное, редко какой человек у меня это вызывает. Напомню, свой гонорар от новогодних шоу он передал жителям Белгородской области. И, тем не менее, я напомню, не так давно, буквально на днях, Иосиф Пригожин высказался в защиту Киркорова. Цитата Пригожина. От отмены страдает не только артист, но и организаторы концертов и мероприятий, рекламные агентства, сотрудники телеканалов, на которые эти звезды выступают, и фанаты, по крайней мере, это тысячи людей. И вы знаете, я всегда высказываю свою позицию, пишет Иосиф Пригожин. Открыто, никого не защищаю, с Филиппом Киргором у нас были свои конфликты, но я считаю, мы должны ему и другим артистам дать шанс на исправление, шанс исправить ошибку, сказал клоун Пригожин. Помните, ребят, в свое время его прорвало на целых 40 минут со своим дружком-олигархом сидел он и рассуждал на тему, как ужасно Путин управляет страной, как никому не нужна самая война. Рассуждали мы на эту тему вот по этой ссылочке. Вы можете пройти и посмотреть, тогда его, конечно, взяли за пятую точку, но мужик все равно изо всех сил пытается выслушаться. Вы знаете, вот они все, мужики без орехов, абсолютно ни у единого нет никаких орехов, нет никакого гражданского стержня, нет никаких элементарных, какой-то гордости элементарной. Все сидят, все унижаются, все упрашивают, друг за друга вступаются. Сейчас, знаете, вот это вот будет рукопожатие, рукопожатие, оно будет необходимо, я повторяю, это та же самая формула, как есть у мафии, да, вот у мафии надо, чтобы вступить в ряды, нужно сделать какое-то страшное преступление, чтобы каждый поучаствовал, каждый измазал свои руки, чтобы у каждого эти руки были красные. Вот именно так это все работает, сейчас нужно каждого схватить, каждый, чтобы прошелся по всей, по этой теме, каждый отметился и изборался, чтобы уже на запад точно не рыпнулся, но вот здесь мы будем выслуживаться, будем плясать под дудку Кремля, под диктаторскую дудку, ребята, это самое настоящее позорище. И буквально на днях Яна Поплавская, это самая лошадь с одним трюком заявила следующее, ну красная шапочка, кто забыл эту самую даму, назвала его голубым бриллиантом. Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому голубому бриллианту? Не нашлось талантливее артиста, да вы просто не захотели искать, выждали по минимуму и как можно скорее пропихнули его в новый сезон. Здесь она говорит про то, что его вернули в шоу Маска, на мнение зрителей вам просто плевать, в таком случае зрители должны плевать на эту программу, не смотреть, переключать и не молчать. Так говорит насквозь прожженная, прокремлевская, невменяемая женщина, а вот на самом деле здесь она права, здесь она абсолютно права. Я считаю, в том самом болоте должны вертеться только те самые черти, которые изначально стояли за, да, за Путина, за Кремль, своих не бросаем, да, кто там, Чечерина, это... Как его звать? Этот самый мужик, который орал Гой, да, вот эти должны быть, вот это должно составлять костя российского шоу-бизнеса, а вот эти вот мечащиеся, да, которые сейчас проходят через период наказания, публичные порки. Вот с ними все должно быть иначе, но живем в том мире, когда все, что нужно, это съездить на Донбасс в надежде, что вас простят, в надежде, что вам дадут второе дыхание, в надежде, что вы таки сможете вернуться на эти самые рельсы полнейшего безумия. Друзья, нахожусь на одном из мероприятий и узнаешь, что Киркоров приехал в один город в Донбассе. Знаем, зачем он это делает. Человек убрали из всех эфиров, вырезали из всех фильмов, сделали это заслуженно. Никто из моего окружения в Москве, из настоящих патриотов, воюющих на Донбассе, не понимает, как вообще это возможно. Но мы понимаем, как ему это удалось. Возможно, люди нам скоро всем все расскажут. И напоследок, Киркоров, если вы правда считаете, что сможете вернуть себе работу, спев пару песен и подарив умные колонки пола в бланк, то вы совсем сбили с пути. Возможно, некоторым жителям это по душе. Они еще помнят вас по голубым огонькам, но наши бойцы навсегда запомнят вас по кадрам, где вы топтались на кресте и зашли не в ту дверь. Ну а по поводу подарить сигарет, которых нет в свободной продаже, вы уж совсем погорячились в двух мая. Наконец-то напоминаю, что сегодня у меня вышел мой ювелирный вложик. Каждую среду или через среду я стараюсь выкладывать влоги о моих попытках, о моих первых шагах в ювелирном бизнесе. Кто пропустил по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть. Интересный получился влог, надеюсь, вам понравилось. Конечно, не забывайте подписываться на мой влоговый канал, в эту пятницу выйдет вложик о моей жизни, о моей покупочке, рассуждении об отношениях, о моей путешествии. Кому интересна папочка сплетников в отрыве от сплетен и новостей. Если уже начали говорить про... Давайте сейчас про Милявскую, на секундочку подождем. У нас здесь интересная информация про Макса Барских. Пишет нам наша пташка из Украины. Пташки, это вы, дорогие мои сплетники-сплетницы, которые пишете в директ моего инстаграма или телеграма. Вас с анонимными, а мы с огромным удовольствием все это здесь пообсуждаем. Добрый день, Антон. Я живу в Украине, а дочь в Америке. Она снимает клипы нашим звездам. До войны российским тоже снимала. Дружит со многими звездами. Сейчас Барский в Америке с концертами. И вот у нас информация из первого рукопожатия. Помогает ему взять грин-карту. Он хочет остаться в Америке. Информация 100%. Мне очень обидно, что с Украины бегут. В Украине ситуация ужасная. Нас просто сливают потихоньку. Вооружение не доходит до нас. Все, что попадает к нам, это через третьих лиц. Неизвестно, куда исчезает. Хочется кричать от боли. Но от нас мало что зависит. Когда только началась война, я с первого дня осуждал Макса Барских как человека публичного, как человека, который имеет влияние, как человека, который огромный инфлюенсер, как человека, у которого огромная фанатская база. В Украине я тогда очень много осуждал эту самую ситуацию, когда он ездил туда-сюда за границу, говоря, якобы он зарабатывал деньги на ВСУ. Опять же, все-таки какие-то копейки попадают на счета ВСУ. Все остальное остается у них в карманах. Это люди привилегированные. Это люди, которые... Абсолютно иная каста, которым не страшна ни мобилизация, им не страшно ни запрет на выезд за границу, ничего не страшно. И вот нам попадается вот такая вот пташка. Макс Барских оформляет грин-карту. В Соединенные Штаты Америки. Мы здесь говорим, что у нас наш контент. Это сплетни и слухи. Поэтому мы сейчас оставим информацию вот просто так. Посмотрим, будет ли он сейчас изо всех сил заметать свои следы. Это супер важно. Потому что время, когда я в его родной Украине, он так и любит. Но в Инстаграме мы говорим исключительно на украинском. В реальной жизни исключительно на русском. Это мне говорят люди, которые общаются лично с Максом Барских. В Украине. А что, Макс Барских серьезно сейчас делает грин-карту в Америку? Неужели Макс Барских хочет сейчас бросить свою любимую родину? Он же ходил в костюме ВСУ, да? Он же хотел там все. Вот мы такие. Сейчас я лично пойду на передовую. Куда пошел Макс Барских? Вот это просто информация, которая меня неимоверно забавляет. Это, конечно, смех, спрос, слезы. Это, конечно, говорится о патриотизме некоторых украинцев, на которых клема не блистает, потому что дети иудовы. Но такое вот вам. Опять же, удивятся ли сейчас многие украинцы? Я думаю, не очень многие удивятся, потому что ситуация в Украине такая, что крестьяне идут на передовую, защищая любимую родину, а богатые и сильные миры сего ездят по заграницам и оформляют себе документы на постоянный вид на жительство. Будем внимательно наблюдать за Максом Барских, будем внимательно наблюдать за его шагами, потому что или ты молчи, или ты не надевай костюм в СУ и говори я пойду на передовую, потому что вот здесь мы тебя будем ловить на лжи. Вот здесь мы будем тебя ловить на вранья. Кто что знает, пишите про Макса Барских, директ моего инстаграма и телеграма всегда открыт. Мы с огромным удовольствием все это здесь хотим пообсуждать, потому что если это правда, это трэш. Пока это сплетни, пока это слухи, ничего не утверждаем, но, как говорится, никогда не бывает дыма без огня. Поговорим немножечко, милые мои, про Лолиту Милявскую. Весь юбилейный тур Лолиты по России будет отменен. Зрители о возврате билетов информируют в ближайшее время. Добились этого общественники. После того, как Милявская решила, что придя на вечеринку к Ивлеевой, ей ничего не будет. Она же такая крутая, она смелая, рубит с плеча. У нее там серьезные дяди и тети в Кремле. Активнее всего на отмене Милявской поставили общественники зова народа. Они заявили следующее, цитата. Из видеообращения записано Милявской, следует, что она совсем не раскаивается и на 70 лет готова повторить данное действие. Все ее слова раскаяния, данные позже, не более как страх за свои гонорары. В некоторых городах жалобы поступали также от местных жителей. Сама Лолита говорит, что не переживает из-за этой ситуации, что ее бизнес больше не интересен. Она теперь заинтересована домохозяйством. Врешь ты все, Лолита. Врешь ты. Вот в этом видео, буквально несколько недель назад, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, мы гадали на Лолиту Милявскую. Вот в этом видео, буквально на прошлой неделе, мы гадали на Филиппа Киркорова. А вот в этом видео мы гадали на Настю Ивлееву. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Потому что здесь очень интересная ситуация. Сейчас начинается с этими самыми отменами. То есть Лолита Милявская сказала, что ей все море по колено, у нее все как у кошечки, ей плевать на всех и вся. Она такая крутая. Лолит, ты понимаешь, если до войны ты могла рубать какой-то мнимый, воображаемый рок-н-ролл и говоришь, что тебе плевать, ты совсем справишься. Ты очень сильно ошибалась, потому что сейчас не то время, а ты до сих пор не понимаешь о собственных реалиях, в которых ты, милая моя, пытаешься вертеться. Фастфуд вместо ресторанов, милые мои, стоп на рекламе кино. Бизнес, анабиоз и никакой публичности. Медиа паузы Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки. Вот в этом самом видео мы обсуждали в деталях, это самая вечеринка поэта, и посмотреть. И вот какие постфатурки, какие отголоски той самой вечеринки отмены Насте Ивлеевой. Контракты с Ивлеевой заморозили и разорвали абсолютно все рекламодатели, так сообщают наши источники. Ивлеевы ищут замену в двух сериалах и одной полнометражной картине, съемка которой запланирована в ближайшее время, сообщают также наши пташечки. Развитие компании «Коленки пчелы» это именно та самая компания, которая выпускала ее газировку и которая выпускала ее чипсы. Приостановленная идет в суд с поставщиками. Свет скажет полностью на паузе. Она перестала посещать публичные мероприятия и заведения. Выход свет теперь только доехать до своим парнем. Модель Борис Махмуров до автофастфуда. Проверку в отношении Ивлеевой сейчас проводит лишь федеральная налоговая служба. Там продолжают рассматривать материалы о недоплате ее налогов на 137 миллионов рублей. В МВД пока никаких материалов нету, но опять на нее только что завели не уголовные дела, а подали в суд опять на очередной миллиард рублей. Посмотрим, чему это все приведет. Ужасно, ужасно отмены. И понимаете, что самое удивительное? Они до сих пор не понимают, что ситуация гораздо сложнее. Они до сих пор думают, они смогут вывернуться из этой ситуации. Ну такое. Интересно, что ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И поставьте лайк этому видео. Буквально секунду ваше время. Вы очень поможете нашему комьюниту, очень поможете в продвижении наших видео. И конечно подписывайтесь, сделайте эту красненькую кнопочку серенькой. Этим вы поможете также. нашему комьюнити вступайте в ряды сплетников. Самая крутейшая комьюнити сплетников на этой планете. Вступайте в наши ряды. У нас здесь мега интересно. Дорогат, всем привет. Как у вас дела? Хотел бы просто быстренько провести момент с тем вот этой новостью о том, что я говорил и утверждают, что школа должна меня заплачивать за то, что я там учусь. Это все полнейшая реально чушь. Потому что люди, которые хоть немного умны, и у которых хоть чуть-чуть развит интеллект, знают, и понимают, что моя мама сказала это в шутку. И то, что естественно я так не думаю, это просто бред полный, конечно. Кем бы я ни был, хоть я был бы уровнем, не знаю, там того же Леонарда Ди Каприо, я бы так не говорил. На полном серьезе заявлять школе. Я не знаю, если вы мне не верите, напишите в школе. Но опять же, я не собираюсь оправдываться. У каждого есть свое мнение. Просто хочу расставить все на свои места. Это у нас двуё губки. Леон Кемстач объясняет, что это стимулирует сутки. Обсуждали мы вот в этом самом видео его звёздную болезнь. Ну да, звёздная болезнь, конечно. Мальчик отлично знает, что он хорошо выглядит. У него гигантское количество фанатов и фанаток. Живёт он красиво, живёт он роскошно. Он сейчас рассказал, что, конечно, это всё шутка. Мама пошутила. Антон, привет, пишет. Там Пташка из Дубая. Значит, школы за 2 миллиона в год в Дубае. Это не супершкола, а средняя по меркам Дубая. Мы сейчас живём в Дубае, и тут нет государственных бесплатных школ. Есть одна русская, но она ужасная. Туда никто не хочет. Школы делятся на рейтинги плохие, good, very good и outstanding. Плюс цена растёт от грейда. Чем выше, тем дороже. Так вот, обычно за 2 миллиона в год в 10 грейде это школа уровня good. В таких школах, то есть хорошая школа, в такие школы обычно берут всех. Школы типа outstanding. Нужно отстоять очередь минимум 1 или 2 года. И в таких школах средняя цена минимум 2,5 миллиона в год. Никого не выделяй, ждут все. Дочь ты Илона Маска или миллиардер. Поэтому то, что говорит мама, это откровенное враньё. Учится он в средней школе по меркам Дубая. И хотят все не в эту школу. Но у мамки мамка, что мамка этого кемстача, она, конечно, неимоверно гордится своим сумком. Но родилась звезда в семье. Ну, наконец-то выстрелил. Да, вот, наконец-то. Дошла до того, что вот уже когда ты взрослая тётка, ну, нужно же давать интервью, потому что ты мамка звезды. А он ходит с гумкинует. Объясняет, что это всё была шутка. Вы неправильно поняли мою маму. Все отлично поняли твою маму, дорогой мой. В каждой шутке есть доля правды, да? Или в каждой шутке есть только доля шутки. Остальное. Но веришь, что звезда родилась. Вы знаете, родилась ли звезда? Нужно будет смотреть. Время покажет, называется. Не нужно будет смотреть, а время покажет. Всем помним Макли и Калкина. Всем мы помним звёзд, которые высоко-высоко с юных ногтей взлетали, а потом всё неслось. Такие тартарары. Так плохо заканчивали. Алкоголизм, пристрастие, ужасный внешний вид. Ну, вот всё просто катилось с холма вниз. Я очень надеюсь, что это не случай Леона Кемстача, но время покажет. Так что такое прислали мне, дорогие мои пташки, про Александра Шепса. Это наш Саша Шепс. Он был, наверное, модель. Мне прислали полный архив его фотографии, где он изо всех сил изображал модель. Он там полностью без одежды. Есть такие фотографии. Мы здесь всё это обрезаем по пояс, потому что это позорище. Вы знаете, есть фотографии, когда вы делаете себе фотосессию, да? И фотографии настолько ужасные, что они просто сразу удаляются, потому что это стыд и позор. У Александра Шепса, ну, видимо, он считал, что это его эстетика. Видимо, он считал, что это очень круто, это очень красиво. Абсолютнейшая трошанина. Он очень хотел быть моделью. Это чисто правда. Я вам скажу больше. Во время своей молодости он очень много записывал песен. Песен там о любви к запрещенке. Ну, это чистая правда, да? У меня полный архив всего и вся. Мне все наши вташки прилетели, все прислали. Во-первых, конечно, господи, обнять и плакать, да? Конечно, гей под прикрытием, это мягко сказано. Я не понимаю Берлин Керро. Тот факт, что она его любила, в это я искренне верю. Вот в этом видео мы обсуждали ее любовь. Когда она, считай, слила его, она сказала, ну, вот когда в одной квартире мы спали, мы все равно никогда не спали. В одной кровати я спала на раскладном диване, он спал у себя в койко-месте в своем. По этой ссылке, может, пройти и посмотреть. Смотришь на этого, прости, господи, боженька ты мой, как же трошанин это какая, какой же эмо, какой же 2003 год, бог ты мой, как же вольно смотреть на Сашу Шепса. Саша Шепс всю жизнь, представьте ЛГБТР, Саша Шепс всю жизнь пел. Вот тот самый интересный момент про этих самых экстрасенсов. У них одержимость какая-то с ранних ногтей стать звездой, стать, я не знаю, колдуном. То есть, окей, давайте образно. Я вам сейчас скажу, вот из своего личного опыта. Моя мама гадает на картах Таро. Моя мама не стала гадать на картах Таро три года назад, потому что она прочитала книжку по картам Таро. Моя прабабка гадала на картах, моя бабушка гадала на картах, моя мама с детства. Она говорит, еще с 13 лет, сколько там ей было, 14 лет, она уже учителям раскладывала карту. Всю жизнь она гадала на картах. Как я помню свою молодость, свое детство, это было детство. Нет, 4-5 годиков бабушка сидит, табуретка, она гадала так, табуретка, на табуретке подушка, и бабушка кидала карты. Гадали они всегда, всю жизнь. То есть не было какого-то прозрения, вот я сейчас буду гадалкой на картах Таро. Это правда, это чистая правда. И поэтому, когда нам показывают, что люди тыкаются везде, вот везде, 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 пытаясь пробиться в этот жестокий мир шоу-бизнеса, вот тогда начинается больше вопрос как к экстрасенсам, да. У нас прислали о другом экстрасенсе интересную информацию. Вот это у нас Григорий Кузнецов. Он у нас тоже, кстати, вот его футболка Change the World с Путиным, да. Это значит у нас, как управлять энергией денег, у всех разные финансовые возможности, кому-то нужно больше, ну, стал вот такой вот ерундистика заниматься. Пишет нам Пташка, дорогие мои, по поводу этого экстрасенса. Привет, Антон! Знаю, любишь все новости, связанные с битвой экстрасенсов. Нашел у себя в архиве старые фотки с гей-клуба в Тольятти под названием No Name 2008 года. На них молодой победитель битвы Григорий Кузнецов. Он победитель битвы, да. Он также встречался с моим другом недолгое время. Потом, как я слышал, много где в Тольятти работал, но безуспешно не мог построить карьеру. Я тем не уехал в Москву, и вот вижу, он победитель битвы экстрасенсов. В нашей тусовке все удивились, ведь он и близко не был замечен. И все, что связано с гаданиями и прочей мистикой, зная этот ТВ-цир, хочется узнать, кто его папочка. Хороший вопрос. Григорий построил неплохой бизнес, создает тренинги и курсы. Также проводит стримы в Инстаграме. И на одном таком у него сзади подушка с Путиным с надписью Change the World. Фотки задаю, прилагаю. Не знаю, спит ли он в обнимку с этой подушкой, но бы точно не стал иметь у себя изображение диктатора, который принял гомофобные законы и посылает людей, считая на тот свет. Вот они все, победители экстрасенсов, да. Не всегда интересно, кто их папочка. Это вообще, знаете, наша ситуация, наше нутро сплетников. Мы хотим все знать. Мы хотим знать все. Мы хотим залезть под кожу, узнать, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает. Вся вот эта тема. Мы искренне хотим все знать. На этом построено все наше комьюнити. Это комьюнити интересующихся людей, которые ни разу не ханжи, и которые изо всех сил хотят узнать, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает и каким способом. Особенно колдун, ставший победителем битвы экстрасенсов, стал тем самым победителем. Потому что изначально ходил по гей-клубам Тольятти, и слова никто о нем не слышал, ни о какой экстрасенсорике, но сейчас мы успешный бизнесмен. Как вам такое, дорогие мои дамы и господа? Как вам такое? Очень интересно послушать ваше мнение, вот от души интересно, потому что меня это просто захватывает. Сегодня, дорогие мои, у нас 14 февраля. Сегодня у нас не только вышел лук у меня ювелирный на моем блоговом канале. Сегодня у нас день влюбленных, поэтому всех, кто в парах, поздравляю вас от всей души. Желаю вам долгих лет совместной жизни, любви, понимания, денег, всего хорошего. Кто один, кто знает, что лучше, да? Никогда не знаете, что лучше быть одному или с кем-то в паре. Кто хочет расстаться, удачи вам в расставании. Интересный момент, дорогие мои. Сейчас Российский суд, Верховный суд Российской Федерации, постановил, что невесты и женихи, которые в конечном итоге не поженились, не обязаны возвращать подарки, сделанные во время отношений. Прецедент. Иск в суд подал Алексей Мангушев из Ильяновска. Он обвинил свою невесту Шерфудину Альмиру в незаконном обогащении. Пока они стояли в отношениях, мужчина за собственные средства сделал в квартире девушке ремонт и купил ей бытовую технику. Также подарил ей 12-й ProMax iPhone. Сумму своих подарков Мангушев оценил в 466 843 рубля. По версии мужчины, он дарил подарки и произвел ремонт в силу личных отношений с девушкой-отвечиком. И заведомо в отсутствии какого-либо гражданского правового обязательства перед ней. Судьи также отметили, что пара не заключала какого-либо договора или соглашения, предусматривающего возмещение СЦУ этих доходов и оплату его работы. Судьи также согласились на всю ту же статью Гражданского кодекса, согласно которому даритель не может требовать возврата подарков, если существует возможность доказать, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства, либо предоставило имущество в цели благотворительности. Давайте поговорим про наших плохих парней или девушек, которые во время любви, когда думаешь, может, не головой, а головкой, когда ты летаешь на крыльях этой самой любви, ты даришь дорогие подарки. А когда находят отрезвление, ты встречаешься с реальностью, и ты начинаешь вспоминать и посчитывать свои расходы на любимую, на яблочко своего кодека, на цвет твоих очей, на мать возможных будущих твоих детей. И начинается. Ремонт сделал, айфон подарил, цветы купил. Вот тебе счет, милая моя Маруся, на 466 843 рубля. Я зачитываюсь такими историями. Давайте поговорим об этом. Часто ли у вас требовали назад ваши подарки после того, как эти самые отношения закончились? Вернули ли вы подарки или послали ли вы куда подальше и остались при любимом айфончике, который в любом случае заработали потом, кровью и своей нервной системой? Кто вы, мужики, которые требуете назад от девушки? Вы же сильные, вы же горы, вы же альфа. Требуете назад от девушек подарки, купленные на своей кровной. Фу! Ты вот вдумываешься и отвратительно. Или вы сами кидали в скривоватые личико своего экс-возлюбленного эти самые дешманские колечки, на которые они наскребали со своей зарплаты? Мужик должен оставаться мужиком всегда. Особенно дело касается женщины. А в гей-парах может быть по-другому. А когда мужик с женщиной, женщина по праву имеет больше возможностей всего. И разрешено больше. Я здесь огромный сексист. Я считаю, что можно женщине, нельзя мужику. А женщине можно все. И вот интересно, как ваши альфа, ваши горы, ваши скалы, на которые вы думали опереться, идя по этой жизни, оказались самыми обыкновенными, мягкотелыми, прынцами, возвращенными мамками, которые всю жизнь вдалбливали им, что им весь мир все обязан. Интересно, слушайте, ваше мнение. Давайте жизненные истории покидаем в честь 14 февраля. А что нет? И давайте вообще пообщаемся. Что там? Расходы, разбегания, совместная жизнь и прочее. Давайте сегодня устроим такой флешмоб жизненных рассказов. Я думаю, интересно будет почитать всем. А может быть, кому-то откроем глазки. А может быть, кто-то поблагодарит за совет. А может быть, кто-то поблагодарит за поддержку. Давайте будем милыми друг с другом в нашем комьюнити. А все остальные, ну такие. Поэтому вступайте в ряды сплетников. Мы здесь друг друга любим. Часто не согласны. Имеем право на это. Мы сплетники. Мы здесь объединенные идеи узнать, но не согласиться друг с другом. Но мы с вами такие замечательные люди. Поэтому секс праздника Валентина. Днем Святого Валентина. Любим в первую очередь себя. Что не так и должно быть. Поэтому вступайте в ряды сплетников. Подписывайтесь. Конечно, не забывайте помогать папочке сплетников донатиками. Если у вас есть на то желание, киньте донат через суперспасибо. Это сердечко прямо под видео. Или если вы живете в свободном мире. В Америке или Европе. Побалуйте папочку. И не пропустите рекламу на этом канале. Вставленную на самого ютуба. Пускай хотя бы пару роликов рекламных проиграет. С этим вы очень-очень поможете нам. Производить видео каждый ваш день. Если вы даете нам донат через Boosty. Взамен вы всегда получаете видеопоздравления. Видеооткрыточку. Специально для вас записанную. Лично от меня. Специально для вас. Наш форум благодарен за ваши щедрые донаты. И, конечно, огромное благодарю всем. Кто остается человеком. Кто остается настоящим человеком. И не проходит от него страдания бездомных животных. Помогайте котам и собакам. Бездомным, голодным. Братьям нашим меньшим. Берите на передержку. Помогайте приюту. Помогайте волонтерам. Не проходите мимо их боли и страдания. Пожарайте доказывать всему миру. Каждый ваш день. Что мы сплетники умеем. Не только сплетничать. Но и любить. Вот все сплетни. Вот все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки. На пальцы. Верните комментарии. Лично благодарю всем спонсорам канала. Спасибо, милые мои. Любви вам. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok